что называется нелетная и чтобы вы понимали еще вчера было плюс 35 и безоблачно но сегодня же мы собрались в поход но мы надеемся к тому моменту пока мы приедем до нужного места дождик перестанет идти в общем приехали сюда так думала я в тот момент будучи в расстроенных чувствах из-за плохой погоды и так как мы уже заплатили за два часа парковки пошли искать тапе с видом на море где можно было отсидеться за чашечкой кофе пока не стикнет дождь кофе мы выпили дождь текет а время все еще оставалось и мы решили прогуляться по городу леванта это курортный город где есть большой ухоженный пляж с мелкой галькой красивая набережная для прогулок множество разных ресторанов кафе магазинчиков отелей а также имеются вековые постройки достопримечательностей но еду сюда в основном ради велосипедных и большого количества пешеходных троп пока мы отсиживались в кафешке а потом прогуливались по набережной леванта дождик перестал капать ветер утих и мы решили все-таки пройти какой-то был участок пути перепарковали мы нашу машину поближе к ж.д. станции потому что мы собираемся после пути приехать на поезде сюда сесть на машину потом же уехать домой да я уже умудрилась нацелеть мозоли у нас плана пройти путь под названием с и отсюда вот так вот вот так вот так мы пройдем и закончим монте-россо тропа проходит по хорошо обозначенным дорогам не требуется никакой подготовки кроме меня в минимального ориентирования на местности и небольшой закалку продолжительной ходьбе а с вершин холмов на которые мы поднимемся открываются непревзойденные красоты этого района лигурии знаете несмотря на то что солнце не светит и даже морозит дождь очень жарко и мы решили не одеться в шорты и и конечно же наносим на себя средства от насекомых и и Играет музыка Сказать, что очень жарко, ничего не сказать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А еще есть дорога сюда Мы туда не пойдем А чего это мы туда не пойдем? Ну и у нас тут Вот так и ходим Походы В общем, решили мы еще заглянуть вот сюда Муж говорит, пять минут Идти Это как раз то место, куда мой муж не хотел идти Но очень хотелось пойти мне Поэтому-то мы и видим вот эти руины католического храма Святого Антонио Дель Меско Построенном в 11 веке прямо на мысе Меско На высоте 311 метров над уровнем моря Заброшен храм был в 1610 году Когда монахи были переведены в монастырский комплекс августинцев в Ливанто Где сейчас находится хостел Пройдя чуть дальше, мы наткнулись на заброшенное сооружение Построенное военно-морским флотом Первое десятилетие 20 века Сооружение использовалось в качестве маяка и наблюдательного пункта Теперь это место используют как смотровую площадку А некоторые, как вы видите, для отдыха декорей Субтитры подогнал «Симон» Панорама здесь действительно захватывает дух Могу себе представить, как бы здесь красиво на рассвете или на закате Теперь я понимаю, почему именно в этом месте ребята остановились палатками Это цикады Вдруг кто не знает, как они выглядят Их навязчиво громкий стрек, как мы слушали все время пути Участок пути от мыса Месха до города Монтероса, пожалуй, был самым сложным Из-за большого количества высоких и неровных ступеней Все, мы на месте Это мне на память От нашего чудесного приключения Монтеросе Альмаре Монтеросе Альмаре – это самый большой динамичный город Из пяти находящихся в национальном парке Чинквитере Город имеет большой пляж с мелкой галикой, как в Леванте На бесплатной части которого мы остановились отдохнуть после похода Поплавать, поесть и посмотреть на закат Расположившись под огромной статуей Нептуна Крепет Отлично В городе также есть историческая часть С множеством средневековых строений И современный центр с ресторанами, кафетерием и отелями Мимо которого мы шли до железнодорожного вокзала В Леванте мы вернулись на поезде, когда уже темнело Но город коснуться всем и накопился Гуляющих по улочкам и сидящих в ресторане людей было много Бегали везде дети, отовсюду звучала музыка В общем, вечерняя атмосфера города очень отличалась от дневной Когда мы сюда приехали, еще и в плохой погоде Немного прогулявшись, мы пошли за нашей машиной Которую днем припарковали возле железнодорожного вокзала Леванта Уставшие, но довольные, мы поехали домой В итоге, нехорошо начавшееся приключение Прошло и закончилось отлично Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин